Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такая тема про счастье, да, в чем его секрет, что нужно, чтобы стать счастливыми, чтобы чувствовать себя счастливыми. Однажды я услышал такое определение по поводу счастья, что если человек чувствует себя счастливым, значит он счастлив. То есть, ну, для всех это очень размытое понятие, да, то есть, поэтому и ощущение счастья люди могут испытывать от разных совершенно ситуаций. Для кого-то это семья и дети, а для кого-то это может быть какой-нибудь необитаемый остров, да. Но, так или иначе, наша жизнь повседневная, она диктует свои, соответственно, так скажем, законы, да, которые иногда мы в силу наших, может быть, материального благосостояния или других обстоятельств не можем, не можем, соответственно, обойти. И чтобы в этой повседневной жизни, или, может быть, пока вы не достигли какой-то своей главной масштабной цели в жизни, своей мечты, да, работы, мечты, не знаю, семьи, там, еще чего-то, мы же тоже можем и в процессе достижения этих целей чувствовать себя счастливыми. И нужно подумать, что для этого нужно. Жизнь перенасыщена наша, да, особенно в России, особенно сейчас со всеми этими, соответственно, событиями, она перенасыщена стрессом, негативными факторами, да, которые, соответственно, за собой тянут череду стресса, который, соответственно, сказывается на нашем психоэмоциональном состоянии, мы начинаем чувствовать себя плохо. Все эти триггеры, они постепенно накапливаются, да, в нас, и речь иногда идет даже не то, чтобы от счастья, да, а о том, чтобы человек вообще мог не терять, так скажем, свое психологическое, да, здоровье в плане, там, не нарушался у него сон и так далее. И в чем смысл? Если мы работаем над собой, если мы работаем над своим психологическим состоянием, если мы работаем над своим здоровьем, это, безусловно, безусловно, сказывается на нашем мироощущении. Это сказывается на том, как я сегодня себя чувствую, как я сегодня проснулся. Проснитесь, задайте себе вопрос, когда вы проснулись, если вы проснулись разбитыми, если вы проснулись недовольными своей жизнью, если вы чувствуете по утрам плохо, если вы плохо засыпаете по ночам, то, может быть, может быть, да, что-то можно с этим сделать. И когда вы проработаете, казалось бы, такие незаметные детали, когда на работе вы не будете выпивать по 10 кружек кофе, когда, может быть, придя домой, вы не будете нуждаться там в алкоголе или сигаретах, чтобы расслабиться, а у вас будут другие источники поступления каких-то банальных наших маленьких радостей в жизни, тогда, соответственно, вы не только будете от них получать удовольствие, да, ну, казалось бы, что такого, я же от сигареты могу получить удовольствие и от выпивки, но мы за это платим на следующее утро своим психоэмоциональным, в первую очередь, состоянием, да, потому что нервная система нам сигнализирует об отравлении, а так как отравление происходит очень-очень медленно всеми этими веществами, то вот и получается, что мы потихонечку-потихонечку проходим вот этот постепенный этап, когда мы как бы пропитываемся, да, всеми нашими негативными привычками. Это не обязательно алкоголь и сигареты, это может быть даже отсутствие просто здорового сна ввиду стресса, и мы привыкаем к плохому состоянию. И, соответственно, чтобы не привыкать к своему плохому состоянию, чтобы почувствовать себя чуточку счастливее, чуточку здоровее, нужно, как я уже говорил в других видео, да, ну, во-первых, начать со скрининга, и начать с работы, может быть, с вашими какими-то лечащими специалистами, которые есть или которые могут у вас появиться. Таким образом, поэтапно прорабатывая свое психологическое и, ну, здоровье, в моем случае, я, конечно, всегда советую биохимическое, да, в каком-то смысле здоровье, то есть это не только речь о гормонах, здесь, ну, в широком спектре, да, о всех веществах, которые образуют ваше тело, вот. Если где-то есть нарушение, то, безусловно, вы будете себя чувствовать хуже. И отношение, да, и умение сопротивляться ситуации любой, может быть, что-то у вас плохое произошло в жизни, да, оно на порядок меняется, когда просто меняется биохимия вашего тела, когда вы становитесь реально здоровее, когда вы просыпаетесь, вы утром бодры, вы уже можете принимать какие-то решения, там, звонить по телефону, не знаю, когда вы испытываете желание, наоборот, пойти на эту работу, да, то есть когда вы не чувствуете слабости, усталости, когда вы приходите с работы, вы можете, у вас остается силы поиграть, пообщаться с вашими детьми, это безумно важно. Это и есть ваше качество жизни, а качество жизни в каком-то смысле высокое, это и есть счастье. Помните о том, что, дорогие друзья, качество жизни – это широкое понятие, да, которое включает в себя от здоровья, соответственно, физического, которое и будет позволять вам, может быть, проводить время качественно, да, свое свободное, это ясный ум, ясное сознание, это, соответственно, возможность отдыхать более качественно, да, может быть, без отдышки, наконец-таки поиграть, там, в волейбол, я не знаю, прокатиться на лыжах, сделать какие-то другие вещи, побегать с сыном без отдышки, да, то есть поиграться, побаловаться, там, в футбол поиграть, вот, это все качество жизни, вот из этих мелочей, из вашего качества жизни, по сути, и складывается счастье, потому что зачем вам будет остров, если вы по этому острову даже не сможете нормально погулять, да, без изменения негативного самочувствия, зачем вам деньги, да, особенно мужчинам я привожу пример, зачем деньги, если когда человек, а это реальная история из жизни, да, когда человек заработал себе такие сердечно-сосудистые заболевания, после которых он не может ни заняться сексом, ни погулять, да, то есть не испытывая дискомфорта миокарды в работе миокарда, поэтому качество жизни – это напрямую в каком-то смысле показатель вашего счастья. Я вам желаю всем, чтобы вы достигали высокого качества жизни, я вам желаю здоровья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите ваши вопросы в комментариях.